Добрый день, уважаемые товарищи и зрители! Добрый день, уважаемая аудитория! Добрый день, уважаемые господа эксперты, специально приглашенные, и особо добрый день для вас, молодые ребята, участники марсийского кружка в Казани, современного марсийского кружка. Тема сегодняшнего нашего дискуссионного клуба – это современный марсийский кружок. Повторится ли история? Почему повторится? Дело в том, что в Казани имеют достаточно богатый и ценный исторический опыт в плане марсийских кружков. Следует заметить, что одни из первых марсийских кружков в России были организованы нашим уроженцем Казани, Николаем Ебграфовичем Федосеевым, совсем молодым, можно сказать, мальчишкой в возрасте, 17 лет он организовал первый марсийский кружок в Казани. Потом этот марсийский кружок разросся, было несколько отделений, филиалов марсийского кружка в Казани. И это было в далеком 1887 году. История эта достаточно известная. И через кружки Федосеева прошли такие люди. Ну, давайте говорить. Основоположник советского государства Владимир Ильич Ленин занимался в одном из подразделений Федосеевского кружка. Через Федосеевский кружок прошел также Алексей Максимович Горький. И есть достаточно его подробное описание работы кружка в художественной литературе. Прошло через Федосеевский кружок немало студентов Казанского университета. И в 1889 году Федосеевский кружок был разгромлен. Несмотря на то, что это был достаточно такой безобидный социал-демократический кружок, где изучались теоретические основы марксизма, в то время оно было достаточно суровое и кончилось, с учетом реалий того времени, не очень хорошо для кружка. Но хочу сказать, что этот кружок дал старт и породил моду на марксизские кружки. Дальше марксизские кружки стали организовываться уже по всей России. И в конечном итоге это привело к тому, что мы сейчас во второй половине октября, в начале ноября, вспоминаем события тех времен. Это Великая Октябрьская социалистическая революция. Вообще, как мы вышли на тему марксистских кружков? В начале весны этого года в таком достаточно интересном сетевом ресурсе «Батеньковый трансформер» появилась очень интересная статья Елены Чесноковой, нашей, кстати, казанской журналистки. Она посетила несколько марксистских кружков, которые работали в столице. И это явление, оно было настолько необычным, то есть ее описание того, что в эти марксистские кружки сейчас идут молодые люди самостоятельно, из различных слоев населения, и пытаются изучать основы марксизма-ленинизма, основы философии, то есть диалектический материализм. И это настолько было необычно, потому что принято было считать, что марксистская идея умерла, что это уже возродиться не может. В какой-то части эти темы были заполитизированы. Но вот тут самостоятельные стихийные движения, кружки, они пошли по всей стране. Что могло послужить причиной для возникновения таких кружков? Наверное, все-таки поливение. Социологи сейчас отмечают достаточно широкий интерес к левым идеям. И эти левые идеи сейчас модны не только на Западе, если вы как-то там следите и наблюдаете за всеми этими процессами, вы неоднократно, наверное, видели достаточно большую популярность того же капитала Карла Маркса в книжных магазинах Запада. Огромное совершенно количество литературы, посвященной современному марксизму. Большая, достаточно мода на представителей нового левого движения, новой левой мысли. Достаточно широкие аудитории собирают такие модные левые пилософы, как «Клавой жижек» из Люблян. В России же корни проснувшегося интереса к теориям Маркса, наверное, зиждется все-таки на последствиях прошедших достаточно бурных финансовых кризисов. Я имею в виду кризис 2008-2009 года, и кризис 2014 года был небольшой, когда тоже и цены на нефть упали, и доллар вырос. И пенсионная реформа породила целый пласт достаточно резкого негативного отношения к обществу, и сдвинула общественные социальные вгляды в сторону левого крыла. Поэтому, чтобы все подвести в одну точку, я пригласил ребят из нашего казанского марксистского кружка. Эти ребята собираются регулярно, сами, самостоятельно, без всякого давления, без всякой принудиловки, собираются, регулярно изучают основы марксизма, ленинизма и философии диалектического материализма. Уже год, как минимум, регулярно растет армия небольшая, их сторонников, участников кружка. И неприятно сейчас их вам представить. Это, в первую очередь, Никифоров Георгий, студент 4-го курса. Прошу ваши аплодисменты. Белов, Денис, учитель истории. Адиков Павел, студент 4-го курса. Я сейчас немного их порасспрашиваю, и чтобы вы поняли вообще, что у них там происходит. Но сейчас пока я представлю еще наших уважаемых спикеров, которые пришли к нам сегодня на наш дискуссионный клуб. Это, в первую очередь, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, академик Михаил Дмитриевич Шелкунов. С нами также присутствует Толчинский Леонид Григорьевич. Давайте его тепло поприветствуем. Руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФО. Здесь также с нами профессор кафедры социальной философии КФО Терещенко Наталья Анатольевна. Прошу любить и галовать. Сергеев Сергей Алексеевич, профессор кафедры политологии КФО. Сидоров Виктор Владимирович, доцент кафедры политологии КФО. Доцент кафедры общей философии Краснов Антон Сергеевич. Доцент кафедры общей философии КФО Кондратьев Константин Владимирович. Котляр или Котляр, как правильно. Полина Сергеевна, старший преподаватель кафедры общей философии. Либерман Самсон Александрович, старший преподаватель социальной философии. Видите, какой у нас сегодня представительный состав экспертов. И им будет дано время высказаться, задать вопросы. Ну, начнем про наш марсидский кружок. Итак, ребята, расскажите, пожалуйста, подробнее про ваш кружок. Как вы вообще собрались? Чья это была инициатива? Вообще, кому в голову это все пришло? Ну, вообще, это довольно давняя история, на самом деле, как только начали люди собираться. Это было 5 лет назад, на самом деле. Был узкий круг людей, как бы, так сказать, у любителей по интересам, вот, у которых тоже возникали какие-то мысли насчет современного общества, как оно устроено, люди хотели понять. Вот, ну, вот, лично мы втроем, мы намного позже пришли уже, после того, как он был основан, условно говоря. Но, опять-таки, это все было довольно в неформальной обстановке, то есть, никто никаких пленованов не созывал, то есть, люди как общались, общались, и это само как-то регулярно начало становиться, начали как-то, там, систематизировать наше обучение. Вот. И вот начали, так сказать, в открытое поле вышли, как сказали, где-то вот, вот, примерно. Ну да, то есть, мы создали группу ВКонтакте, стали уже приглашать людей, мы поняли, то, что тема, в общем-то, она пользуется популярностью и интересом у людей. Ну и подумали, то, что можно было бы найти единомышленников, так сказать, да? То есть, это получил совершенно стихийно? Ну, изначально, да, то есть, как такового идей не было. Это был просто, ну, клуб друзей, так сказать. Мы собирались, обсуждали некую общественную несправедливость, да, задавались вопросом, откуда берется нищета, болезни, какие-то экологические проблемы и так далее. Ну, то есть, был общий вопрос у всех, откуда берется, условно, несправедливость. Ну и так пришли потихоньку к марксизму. Сколько раз вы собираетесь? Периодичность ваших занятий? Ну, вообще, у нас каждую неделю, обычно по воскресеньям, в первые половины дня. И сколько человек приходит? Около двадцати. То есть, у нас сейчас, так сказать, ну, всегда экспериментировали там с условными методиками преподавания. Когда-то вообще такие большие лекты собирались. Вот, когда там два человека, когда было поменьше, были семинары. Вот, сейчас вот хотим, так сказать, некие классы, что ли, вести, как в школе, что ли, даже можно сказать. Днажды я все же старше, в вашей, там, параллели. Вот, и где-то вот около двадцати получается человек. Вы скажите, вы, у вас в группе ВКонтакте человек 200, 250, по-моему, у вас, в вашей группе собрано. И вы вообще сталкивались с другими какими-то кружками в Татарстане? Есть у вас какое-то вообще взаимодействие, не только в Татарстане, я имею в виду, но и, наверное, за пределами Татарстана вообще есть какая-то у вас кооперация, какие-то связи? В принципе, есть, то есть, если брать, например, по Сибири, то в Омске очень даже хорошо знают местный кружок, и, в принципе, местный кружок представителей местного кружка тоже знают омских ребят. Новосибирск, Москва то же самое, то есть Питер. Вы с ними общаетесь, переписываетесь? Да, вообще не происходит. Выезжаете ли вы друг к другу или все-таки есть в планах это все? Ну, иногда с московскими встречаемся, но это очень редко бывает. Как бы и уровень такого больше личного общения. Ну, бывает что-то, какие-то общие моменты там по теории, может какой-то опыт, условно-педагогические, а так это не носит какой-то регулярной основы. В Альметьевске есть еще кружок, там он небольшой, мы с ними тоже общаемся, ну, так, тоже на уровне личного общения, можно сказать. Ну, переписка, да, какая-то? Переписка, они иногда приезжают, в основном они, мы туда не есть. Или живое тоже есть общение. Это очень хорошо. Но вот такой еще вопрос. Поскольку мы сейчас начали именно соблюдение федосеевского кружка, вы чувствуете какую-то преемственность? Вы вообще чем-то отличаетесь от федосеевцев того времени в плане организации, в плане тематики своих занятий? Ну, самое главное отличие от федосеевского кружка то, что мы не изучаем нелегальную литературу. То есть стоит помнить, на момент непосредственно самого федосеевского кружка то, что они изучали, было нелегальным. Сейчас, то есть работа того же самого Ленина, они разрешены и в принципе в свободном доступе. Приходите в библиотеку, читайте, если хотите. Вот, то есть если же брать по, скажем так, другим темам, ну, скажем, особо параллели с федосеевским кружком не проводили. То есть да, знаем, был. Да, знаем, как он, скажем так, проводился. Опыт исторический есть. Почему бы им не пользоваться? Ну, вообще в целом какую-то некую преемственность изначально. Ну, у нас не было мыслей об этом. То есть мы просто собрались, поняли, что есть потребность. Вот. Уже потом, позже, ну, в институте там, когда Ленин там проходит, тоже говорят, что здесь был в Казани кружок. Но в целом как-то у нас не было даже мысли о том, что вот мы там наследники. То есть наследниками не чувствуете себя? Да как-то, наверное, нет. Скажите, ваш марксистский кружок – это только самообразование? Или есть какие-то планы выйти за пределы семинарских занятий, заняться там какой-то политической деятельностью? Вот вы знаете, по поводу политической деятельности, это вот, наверное, самая распространенная ошибка в том, что люди пытаются отделить политическую деятельность от повседневной жизни. Они считают то, что политика – это где-то там далеко, в мэрии, в парламенте, а здесь политики нет. Здесь есть простая, обыденная жизнь. Но на наш взгляд каждый человек, когда как-то действует в обществе, он уже занимается политикой. Вы собрались с соседями обсудить то, что в подъезде кто-то мусорит и семечки вузгает? Это уже политика. Вы вышли на субботник убрать берег Казанки? Это тоже политика. Когда ты просто идешь по улице и не мусоришь, это тоже своего рода политика. Когда человек даже совершает покупку в магазине, это уже политический акт. То есть с точки зрения марксизма, политика – это не что-то абстрактное, далекое. Это воспроизведение общественных или, если угодно, производственных отношений ежедневно, ежечасно в повседневности. И с этой точки зрения каждый из нас занимается политикой, и все занимаются политикой. И, естественно, это и есть в планах тоже. Другой вопрос по поводу… У нас российское общество, оно достаточно, на наш взгляд, может, не только российское, и в других странах я лично не был. Но вот в России эта проблема есть, то, что у нас очень отчужденное оно и атомизированное, то, что люди не могут банально между собой договориться. И они, как правило, себя очень пассивно ведут в отношении какой-то гражданской активности. То есть это, в общем-то, является… Это объяснимо, это является следствием такого явления, как общественное разделение труда. То есть каждый занимается своим делом, и это становится следствием неких профдеформаций. Какой-нибудь, ну я не знаю, условно токарь, он считает то, что вот есть мужчина в Кремле, важный дядя, в красивом костюме, он решает, как жить, а я… Мое дело болванки крутить на заводе. И как бы он на своем месте, я на своем, моя хата с краю, я в этом никак не участвую. Но это неправильно. Мы считаем то, что общество, каждый человек, он, живя в этом обществе, несет за него ответственность, и он должен его развивать, и каждый несет ответственность за то, чтобы он становился лучше. И все-таки о вашем марсийском кружке. Все-таки больше самообразования, да? Ну, в данный момент – да. То есть это сейчас, текущий момент ваш описывается именно таким этапом образовательным, изучательным. Ну да, пока вот наше влияние на общество – это именно попытка нанести какие-то там идеи, заставить где-то о чем-то задуматься. Понятно. Как к вам приходят, и вообще как к вам попасть, как вот ваш кружок? Вот сейчас ваши уважаемые телезрители посмотрят, которые захотят к вам. Ну, у нас, как мы уже говорили, есть группа ВКонтакте, она как бы называется очень незамысловато, это «Мартизская коробка в Казани». Вот. Можно написать в группу, как бы, и, разумеется, мы ответим. Вообще, изначально у нас пополнение было через «Друзья друзей», грубо говоря. И мы периодически сейчас проводим какие-то общие встречи, условно говоря, для тех, кто заинтересовался там. И из этого как-то там группа формируем, дальше общие занятия ведем, там, в зависимости от обстоятельств, так сказать. А так у нас все условно, все открыто, все свободно, как бы, поэтому приходите, ждем. Самое главное – двери открыты. Ну да, да. Для желающих. И вопрос еще такой. Вот все-таки, что вы там изучаете? Какая программа ваших занятий? Какие вы вообще программные труды читаете? И что вообще можете об этом сказать? Пожалуйста. В принципе, насчет программы, если смотреть, то все поступательно, то есть с самих основ до… ну и в дальнейшее развитие. Например, в… после изучения, то есть труд, разделение труда и так далее и тому подобное, потом капитал, как основа марксизма все-таки. Вот. И в дальнейшем уже труды классиков, и современных марксистов. Потому что мы, извините меня, живем в 21 веке и на одном только веке 19 останавливаться не стоит, как по мне. Ну, а в целом мы считаем то, что важно не выучить те книжки, которые писали Маркс, Ленин и же с ними, а понять вообще самоучение. Поэтому мы делим нашу программу не на работы какие-то классиков, а на базовые категории, которые необходимы для понимания в первую очередь существующего общества, ну и самого учения, да, оно отражает общественные отношения. И поэтому у нас план, он разбит на некие категории, да, вот как уже Павел сказал, по мере усложнения. И в этом смысле мы изучаем не только марксистов, да, вот, например, есть тема труд, самая базовая, с которой мы обычно начинаем. Здесь, например, очень хорошо заходят работы каких-нибудь антропологов, да, в том числе и современных. И их вполне мы тоже используем для изучения. Или тема отчуждения. Эрих Фром, например, он очень сильно эту тему изучил, и в принципе это нам подходит, поэтому мы это тоже используем. Не только ортодоксальный такой марксизм, но и даже Фрейда-марксизм, если мы говорим про Фрома. Изначально мы уже говорили то, что в принципе-то основная цель, когда был создавался кружок, это изучение общества. Вот мы общество, собственно, и изучаем. Ну да. Ну в основном это упор на экономику. То есть у нас есть несколько тем по философии, по эстмату, но в целом мы больше делаем упор на изучение политэкономии, и поэтому, ну, в общем-то, капитал наш основной фолиант, так сказать. И скажите честно, вот положа руку на сердце, все четыре тома капитала, это сумасшедший объем. Вы, неужели вы это все читаете? Ну, читаем, но еще не прочитали. Ну, я в защиту этих молодых ребят хочу сказать, что даже сам Карл Маркс не прочитал второе, третье, четвертое тома, поскольку эти вещи издавались уже после его смерти, и были, в общем-то, собраны Фридрихом Энгельсом из вороха бумаг, оставленных Марксом ему. Вот, но список впечатляет. Философия Гегель. Что еще? Философия Гегеля мы не читаем. Как? Ну, вот как-то мы посчитали то, что в этом нет необходимости. Ну, в основном, Энгельс. Энгельс. Ну, у нас, я еще раз повторюсь, то, что программа, она больше на политэкономию заточена, по философии там достаточно работ Маркса и Энгельса. И давайте поговорим о современном марксизме, коли так. И согласны Лилой с тем, что сегодня марксизм закончился. Вот, если мы говорим об ортодоксальном марксизме и о том капитале, которому недавно там 150 лет уж стукнуло, вот там в капитале описана жизнь чернорабочих, работников угольных копий, трубочистов, мир фабрик. И сейчас общество уже совсем далеко от этого. Сейчас усилились классовые, наоборот, утрачиваются эти классовые различия. И непонятно уже, кто пролетариат, а кто синий воротничок, кто там белый воротничок, кто это еще какой-то воротничок. И вот этот ортодоксальный замшелый марксизм, вы вот считаете, что он такой, или все-таки современный марксизм это нечто иное? Ну, все-таки марксизм это не сколько то, что написано на каких-то книгах, и не какие-то исторические факты. Это по большей части метод познания и изменение действительности, если можно так выразиться. Если возвращаться к тому же капиталу, там, конечно, есть у маркса отсылки к жизни рабочим, но по большей части капитал не об этом. Он именно о экономической системе, о модели этой системы. И если мне не заменяет память, что люди нанимались как 200 лет назад, так и нанимались вроде как сейчас. Да, разумеется, есть так называемый средний класс, хотя очень по-разному людей его определяют, но если считать, что это самозанятые, условно говоря. Но если опять-таки марксизм, как-то последовательно изучать, то можно прийти к выводу, что основное производство, вообще общество, оно держится как раз не на мелких собственных, а на крупном бизнесе. И с этой точки зрения капитал Маркс, он может быть довольно актуальным в том плане, что концентрация капитала, она наблюдается и до сих пор. И не знаю, может видели или нет, новость там, заголовок изучит примерно так, что 1%, 50% всех богатств принадлежит 1% населения. Вот как-то так. Я думаю, что это классные противящие видны налицо. Понятно. И, наверное, все-таки это выпиющая несправедливость, когда 1% получает в руки такое количество богатства. И вот современные ученые, близкие к марксизму, это вот Том Пикетти, который написал нашумевшую книгу «Капитал в 21 веке», он прямо отчетливо говорит, что мы все дальше и дальше движемся к этому социальному расслоению. И социальное расслоение, то есть когда 1% или несколько процентов сверхбогатых людей начинает делать свой капитал со скоростью гораздо больше, чем экономический рост, и отсюда проистекают страшные трещины вообще в понятии справедливости, в понятии равенства и, в общем-то, в таких вещах, которым человечество тяготело еще с христианских, со времен зарождения. Ну и тут надо понимать тоже то, что марксизм – это все-таки несколько более сложная штука, чем о материальном благосостоянии, да, потому что материальное благосостояние, достаток людей в марксизме – это всего лишь средство для удовлетворения более высших потребностей, потребностей в духовном развитии некотором. И с этой точки зрения вот эта проблема, она никуда не делась, потому что в Европе, хоть если мы говорим о странах Первого мира, несмотря на некий достаток даже в среде рабочего класса пролетариата, присутствует такое явление, как отчуждение. Что это такое? Это когда человек воспринимает некую деятельность или некие отношения как нечто чуждое для себя. И это касается вообще всех сфер жизни, это касается общения с людьми, взаимоотношений с другими людьми, это касается отношений к трудовой деятельности. Все, наверное, знают это чувство, когда, ой, быстрее бы этот рабочий день закончился, чтобы я пошел домой отдыхать. Это вот как раз оно самое. И такая вещь, как отчуждение, постоянно присутствующая в обществе, она деформирует человеческую личность, она мешает нормальному духовному развитию человека. И в конечном счете она приводит к тому, что человек отвыкает без принуждения заниматься вообще какой-либо деятельностью. Есть такое понятие, как прокрастинация. Эрих Фром назвал капиталистическое общество обществом хронических невротиков. И в этом смысле он прав. Капитализм эту проблему не решает, и он никогда ее не сможет решить. И цель марксизма не в том, чтобы обеспечить каждого богатствами, хорошей одеждой, едой и так далее, а в том, чтобы создать такие условия, когда человек вообще об этом не будет думать, для того, чтобы нормально развиваться как личность, как творческий индивид какой-то, если правильно. Могу вам возразить. Мы все эмпирики. Мы полагаемся на опыт, в том числе и на исторический опыт. И вот посмотрите, такая штука. Везде, где внедрялся марксизм, там появлялись такие спутники, как террор, как массовая гибель населения, пытки, принудительный труд, и, естественно, разоренная экономика. Можно приводить такие, например, я не буду говорить про самую страшную геополитическую катастрофу 20 века, это распад Советского Союза, но и можете, наверное, там Кампучи, Пол Поттонс, помнить, Мао как времен культурной революции, что там в Китае творилось. Почему вот так вот все? То есть вроде бы благие цели, а все потом получается. Ну, тут стоит упомянуть тот факт, точнее посмотреть на обстоятельства, когда это все создавалось. То есть кто окружал эти самые социалистические страны? Кто, собственно, делал все для того, чтобы каким-то образом помешать строительству этих самых стран той идеологии, которой они придерживались? То есть нельзя сказать о том, что вот пришли плохие люди, потому что если мы посмотрим на философию, то нет абсолютного зла, так же как нет абсолютного добра. Нельзя так говорить. То есть они пришли и делали то, что было необходимо делать в данный конкретный период на основании того, что они уже имели, то есть, во-первых, это менталитет людской и так далее, и тому подобное. Условия экономические, извините меня, никто не отменял. Так же, как и, скажем так, социологические моменты. То есть... А вы провели пример той же самой Кампуччи, например. Ну, извините меня, эта самая Кампуччи на момент, когда там создавалось, той же самой Красный Кмир вообще основывались как партия полумонархическая. Она была основана монархом фактически. О каких марксистах вы там говорите? Ну, я могу и более худшие примеры привести, там, африканские какие-то людоедские режимы с автоматами, с марксистскими лозунгами. Ну, тут тоже надо понимать человеческий фактор, как эти люди понимали то, что они, собственно, делали. То есть, у каждого свое понимание той же самой идеологии. Это не значит, что она сама по себе плохая. И все-таки, наверное, следует заметить, что везде, где марксизм реализовывался, то он не реализовывался в таком безвоздушном, сферическом пространстве, а его окружали, мягко говоря, врагебные силы. Да, так и сказал вначале. Вы знаете, по поводу пыток террора и тому подобных вещей, насилия вообще в целом, когда обвиняют в этом коммунистов, то, что они, дескать, там, репрессии устраивали и тому подобное, здесь, на самом деле, мне кажется, попахивает каким-то лицемерием, потому что, ну вот, давайте подумаем, да, пытки, есть Гуантанова тюрьма в США, террор, у нас есть диктатура Августа Пиночетта, который проводил либеральную политику, неолиберальную, простите, да, так называемую шоковую терапию, которую, кстати, в 90-е годы здесь Гайдары и же с ним вместе, ну, так же использовали, да, мы помним все 90-е годы, как бы, чем это кончилось. Так что при капиталистическом обществе вполне себе нормальное явление, террор и пытки. Есть известные в истории примеры, когда социалисты действовали мирным путем, они не проводили террор. Это, например, Испания 30-х годов, да, там пришло к власти правительство, ну, социалистическое во главе с Мигелем Ассанье. Что у нас произошло? Мятеж Франциско Франко. Чили. Салевадор Альенде, когда пришел к власти, он даже соблюдал ту демократическую конституцию, которая была написана до него. Что у нас? Буржуазия подкупила профсоюзы, которые начали устраивать забастовки. Ухудшилась экономическая ситуация, снова военный переворот во главе с Августа Пиночетом. Пожалуйста, коммунизм, если немножечко вульгарно и утрированно его объяснять, выражает интересы чьи? Выражает интересы большинства населения, того рабочего большинства, которое создает абсолютно все блага, которые существуют в обществе. Одежда, которая на нас, здание, в котором мы находимся, стулья, на котором мы сидим. И это большинство, что входит в его интересы? Спокойная жизнь, где каждый может спокойно расти детей, развиваться и нормально существовать. С другой стороны, у нас есть класс эксплуататоров, который обладает монополией на насилие и правом на насилие, обладает армией, полицией, спецслужбами, огромным количеством оружия и людьми, которые умеют этим оружием пользоваться. И возникает вопрос, кто устраивает террор? К тому же, когда говорят о том, что начинает террор, извините меня, вспомните буржуазную французскую революцию, великую французскую революцию. Там одни только и кабинцы тоже не слава постарались. Вы хотите нас подвести к мысли, что террор – это неотъемлемая часть человека? Нет. Тут дело в том, что когда упомянул французскую революцию, упомянул другие революции, во все эти периоды стран, в которых происходили в этих самореволюциях, были окружены врагами, как внешними, так и внутренними. То есть, даже когда происходят перевороты в буржуазных странах, там тоже происходят аресты и прочее. Потому что старая элита, сменяя новую элиту, точнее новая элита, сменяя старую, она понимает, что старая рано или поздно захочет вернуться обратно. Просто так никто ничего не отдает. На самом деле цель-то не в терроре. В советской России большевики тоже не устраивали террор изначально. То есть это не их инициатива. Их заставили. Обстоятельства. Давайте отвлечемся от темы террора. Давайте отвлечемся, немножко уйдем от этой мрачной темы. А вернемся к теме специализации, в общем-то, вы уже упомянули, вашего марксистского кружка. Вы обсуждаете экономику. И вот экономика социализма. Ее сейчас принято упрекать в недостатке свободы. И самое главное обвинение, которое выдвигают даже те же самые нобелевские лауреаты по экономике, они говорят, что нет системы должной стимулов в экономике социализма. Потому что, если в экономике капитализма, там понятно, цена включает в себя всю необходимую информацию. И, входя из цен, все общество регулируется и балансируется. То есть, экономика регулируется и балансируется. А в социализме этого нет. Как вы думаете об этом? Читаете ли вы недостатком социализма отсутствие символов для нормального балансированного функционирования экономики? Ну, на самом деле, нет, опять-таки, если возвращаться к марксизму, это не просто какая-то такая мечта о коммунизме, это довольно серьезное учение. Оно коммунизм как бы выводит. И есть определенные условия, при которых он возможен. Вот мы говорили про Кампучию, Китай, да, тем более африканские страны. И если обратиться к тому же Марксу, то станет понятно, что ни коммунизм, ни социализм там построить не получится. Просто потому, что выражать марксизским языком там превратительные силы не развиты. То есть, там не развиты ни средства производства, ни технологии, ни сами люди к этому не готовы. Человек, это вообще самая главная превратительная сила в обществе. Плюс, если возвращаться к регуляции, сейчас те самые компании, они успешно создают инструменты, которые позволили бы это делать при социализме. То есть, там, учет чайков, например, в магазине. Это же не просто так делается. И на основе этого есть там статистика определенная. Они собирают, анализируют различные анализы маркетинговые. Оно ведь не просто так получается. Просто проблема в том, что сейчас при капитализме собственники, они разные. Все обладают некой частью этого знания и могут не знать всю ситуацию на рынке. Но если, как бы, эти знания объединить, то, опять-таки, можно и все спокойно посчитать. Более того, не только знания, но еще и противоположные интересы вам это мешают сделать. Оттуда вырастает и конкуренция. Вот те же самые, как принято в либеральной среде, высохваляете конкуренцию, как нечто, что, в принципе, хорошее. Что оно стимулирует людей к труду, повышать качество товаров, но нести обратной стороны. И заключается она в том, что намного проще будет на качестве товара с экономией, чтобы он был дешевый, например. Да, вот там у нас сейчас красная цена появляется каждый день. Это вот закономерное развитие. Более того, это еще следствие некоторого закона, как, наверное, обнищение пролетариата. И эти моменты, что там вред к качеству, например, запланированное устаревание, также проще на довольность сократить на зарплаты рабочим и на технике безопасности. Вот недавно в Казани тоже была забастовка крыльщиков, так называемая. Хотя юридически это не совсем забастовка. Люди просто отказались от работы, потому что полностью не соблюдать технику безопасности. На них экономика вообще везде. Вот. И это на самом деле не только у крыльщиков, это повсеместное явление. Вот. Если возвращаться к социализму, опять-таки, да, если есть все необходимые условия, да, там, технологии, средства производства достаточно развиты, то все эти моменты можно легко провернуть. То есть у нас развит интернет, это довольно серьезный инструмент для прямой демократии, то же самое, например. Ну и, наверное, большие данные, о которых сейчас постоянно говорят, достаточно много. И такой, может быть, завершающий вопрос этой нашей части про современный марксизм, он будет такой. Согласны ли вы с тем, что марксизм – это романтическая утопия. То есть он основывается на каких-то гуманистических идеалах. Он говорит о том, что человек изначально такой предрасположенный гуманизму организм, в то время, когда классики, классики капитализма говорят, что все мы алчные индивидуумы, мы все движимы, движимы низменными инстинктами. И в результате, как Адам Цмит говорил, невидимая рука, все это наших этих низменных инстинктов организует именно тот прекрасный капитализм, который мы сейчас видим. Скажите, пожалуйста, марксизм – утопия? Ну, нет, марксизм – не утопия. Но хотелось бы добавить также тот факт, что согласно тому же самому Гегелю, в принципе, в любой философии, вообще в любой философии, которая стремится хоть как-то приобщиться к жизни, а не быть оторванной от жизни, как говорится, где-то там в университетских застенках. Она имеет в своем корне, так или иначе, но какие-то идеалистические черты, то есть некую цель, к которой все последователи данной идеологии так или иначе стремятся. Потому что без цели нет движения. Ну, имеется в виду целенаправленного движения, которое имело бы некий план в этом самом движении. Развитие. Именно. Соответственно, если мы посмотрим, вы упомянули Адама Смита. Ну, хорошо, посмотрим и Адама Смита. Невидимая рука рынка. Невидимая рука рынка – это разве не некая такая идеальная, своего рода идеализированная черта? То же самое. Если мы посмотрим на анархизм, если мы посмотрим, ну, в последнее время становишься все популярнее и популярнее, анархокапитализм, иначе либертарианство. Там разве нет этой же самой идеальной черты? И либо же либерализм тоже. Вообще, любую, если взять, которая стремится хоть как-то объяснить обществу и так далее, там везде можно найти идеальные черты. И марксизм тут не исключение просто потому, что ставя цель, он ту самую цель показывает, скажем так, несколько отрованной от жизни в некотором плане, но тем не менее возможную в построении хотя бы частично в обществе. Ну и здесь какой момент еще есть? То, что вот говорят о некой природе человека, эгоистичной, алчной и так далее. Но здесь, как правило, особенно мне нравится в этом отношении, эксперимент с мышами всегда приводит. Дескать, мышей там собрали, создали им условия, где у них было огромное количество еды, а потом еду сокращали, сокращали, и мыши начали жрать друг друга. И в этом отношении обычно этот опыт экстраполируют на опыт человеческого общества. Это вот, на мой взгляд, вообще неадекватно. Это как изучать поведение кошек, наблюдая за пауками, например. Это просто великолепный аргумент. Но суть не в этом. Суть в том, что природа человека, она не нечто неизменное. Она постоянно меняется. Иначе человек бы не мог эволюционировать просто. Это первый момент. Как она меняется? Она меняется под воздействием общества. Вот у Маркса у того же есть статус. Если вы хотите, чтобы… Я дословно не помню, простите, но смысл ее примерно такой. Если вы хотите, чтобы человек был человечным, то надо и условия общественные сделать человечными. И для того, чтобы человек был добрым, открытым и так далее, он должен жить в всяких условиях, где ему не нужно ежедневно противостоять, бороться за рабочие места, бороться за прибыль, бороться еще за что-то, бороться за существование просто-напросто. Если мы создадим такое общество, где условия эти будут созданы, то и человек будет добрым, хорошим, открытым. Ну и третье, что я хочу, наверное, сказать по поводу возможности или невозможности коммунизма. Самый долгий период человеческой истории, примерно 2 миллиона лет, это был коммунизм. То есть человек жил при первобытном чинном строе в прикоммунистическом обществе. И государство как таковое с его классами и тому подобными вещами, оно появилось буквально 5 тысяч лет назад. 5-6 может быть приблизительно. Так что в принципе природа человека изменчива. И как известно, бытие определяет сознание, социальное бытие определяет социальное сознание. Поэтому если создать условия для развития человека, для его, где он может себя проявить, где ему не нужно будет бороться за существование, за выживание, где ему не нужно будет грызть себе подобных, не нужно толкать оступившегося, как писал Ницше, тогда и человек будет альтруистичным просто-напросто. Золотые слова. Давайте поаплодируем нашим. Владимир Марксихович. К нам пришло много экспертов, и видите, целый Ариапак, и я вначале их перечислял, и они наверняка хотят высказаться об увиденном, услышанном, и задать вам вопросы. Пожалуйста, господа эксперты, вот микрофон. Я не хочу, уважаемый Альберт, делать пространный комментарий. Меня слышно, надеюсь? Хотел бы просто для начала две фразы, что ли, высказать. Во-первых, поблагодарить молодых людей и выразить просто признательность за то, что они увлекаются марксизмом, делают это самостоятельно, пытаются найти суть этого учения. Это не очень обычно для нашего общества, но при этом предложить им вместо только одного пути самообразования поступить к нам в институт на любое направление магистратуры, философское, политологическое, социологическое, где наши коллеги просто помогут вам быстрее, эффективнее понять, что есть марксизм. У нас не монстры работают, не предстоялое какие-то марксисты. Вот здесь сидят мои коллеги, молодые люди. Я надеюсь, с них начнут экспертные заключения. Посмотрите, они современные, они прекрасные юзеры, пользователи соцсетей, кандидаты философских наук. И я думаю, с ними будет гораздо интереснее просто разбираться в том, что вы взяли для предмета своего интереса. Вот у меня все. То есть марксисты всех стран, соединяйтесь. Кто-то еще из наших уважаемых экспертов хочет спросить, высказаться? Ну, во-первых, всегда очень приятно видеть, как молодые люди начинают изучение классики, а марксизм – это неувидающая классика, не теряющая своей актуальности. У меня есть одно замечание и один вопрос. Вы сказали о том, что вы не читаете Георга Гегеля. Но сам Маркс, когда писал «Капитал», начинал писать «Капитал», в одном из писем, кстати, Энгельс, он как раз пишет, «Когда я сел делать оглавление будущий план моего экономического сочинения, мне совершенно случайно на столе попался науку логики Гегеля». Дело в том, что «Капитал» является своеобразной калькой с науки логики Гегеля. И я, может быть, Крамолу такую скажу, что все, что есть у Маркса, оно уже было у Гегеля. Это первое. Второе, что я бы хотел задать вопрос следующий. Вы говорите об отчуждении, вы говорите о том, что в обществе должны быть нивелированы какие-то противоречия, нивелирована какая-то борьба внутренняя. Мне кажется, что с точки зрения диалектики отсутствие борьбы – это отсутствие развития. Мне просто стоит сказать, что мы не говорим, что, во-первых, все абсолютные противоречия будут разрешены. Просто есть некие основные, которые терзают общество. Пустим, отчуждение людей друг от друга. Люди, даже прохожему могут изначально не помочь, хотя мало что с ним может случиться. Или какая-то проблема, загрязнение казанки или загрязнение рыжей среды. И люди считают, что это их не касается. Или есть специальные люди-экологи, которые все за них делают, а мы бумажками напишем. Мы как раз именно про такое некое противоречие. Что там будет условным перекомизмом? Сложно сказать. Противоречий может быть много. Общая борьба людей против страшной крови среды. Тепловую смерть селеной отодвинуть. Я не знаю, что-нибудь еще в этом роде. Ну вообще, да. Марксизм не говорит о снятии вообще всех противоречий, потому что это невозможно. Это конец истории. Диалектический взгляд на развитие материи нам говорит о том, что все это развитие происходит через внутренние противоречия. Просто марксизм говорит о снятии классовых противоречий, которые сейчас существуют в обществе. Потому что они просто начинают тормозить развитие человека. Классовых и общественного разделения труда. Вот по поводу… По поводу вашего замечания. В принципе, из нас никто не сказал о том, что мы мешаем читать Гегеля. Если кто-то заинтересовался Гегеля, милости просим. То есть, в принципе, касательно того же самого Гегеля, то вполне интересный философ. Я не сказал, что вы запрещаете кому-то читать Гегеля. Я всего лишь спросил. Вы просто артикулировали свое внимание на то, что мы Гегеля не читаем. Это касается конкретно вас. Я поэтому спросил. Спасибо большое. Вы говорили, что капиталистическое общество, говоря словами Эриха Фрома, в массовом количестве продуцирует невротиков. А социалистическое общество, в том виде, в котором мы его пережили, оно со своим double thinking, двоемыслием, не провоцирует ли развитие в этом, если принять логику Фрома, не провоцирует ли развитие шизофрении? Вы могли бы объяснить, что означает double thinking? Двойное мышление. Нет, а в чем оно проявлялось? Двойное мышление в том, что, так сказать, ну, по Оруэллу это значит, что человек должен был, так сказать, прославлять партию и ее вождя, так сказать, потому что иначе его ждали лагеря, а, так сказать, сам себе, а сам себе, так сказать, думал совершенно-совершенно-совершенно о другом, о том, как отоварить карточки, о том, как, так сказать, как он ненавидит большого брата, называемого вождем и так далее. То есть это вот, собственно говоря, советские реалии, когда человек, так сказать, говорил одно и говорил там о дорогом Леониде Ильиче Брежневе, допустим, и о великом гении всех времен Сталине, а мысленно говорил, плюнь да поцелуй ручку. Вы знаете, по поводу Советского Союза, когда заходит речь о нем именно, тут все очень неоднозначно и многогранно, потому что, как таковой, ну, Советский Союз, это не что-то вот единообразное, это постоянный процесс, тоже динамика. И Советский Союз, например, 30-х годов, он очень отличается от Советского Союза тех же 70-х, 80-х годов. Это два совершенно разных государства, фактически внутренне. Поэтому я, скажем, перенес бы акцент именно с ужасов террора 30-х годов, которые сложно оправдывать, ну, только разве что в порядке троллинга, ну, лично для меня, именно на 70-е годы, так сказать, на двоемыслие. Да, вот я как раз хотел завершить по поводу того, что дело в том, что я считаю, то, что лично мое мнение, в том, что Советский Союз это некое движение по восходящей, да, то есть у нас вот был стремительный прыжок в 20-е, 30-е, 40-е годы в области науки, промышленности, вообще развития человека в целом, здравоохранения, образования и тому подобных вещей. И вот он достиг определенного какого-то пика вот в 50-е годы, да, я не хочу это связывать со смертью Сталина, хотя, может, эти вещи как-то связаны, но начиная с 60-х годов начинается постепенный регресс, регресс культурный как в среде политической элиты, да, среди партии, так и регресс среди, ну, низов общества так называемых, да, и постепенно, постепенно, постепенно марксистское учение в Советском Союзе превратилось в некий культ карго, то есть люди не понимали, что это такое, они этому молились, восхваляли, но при этом у них были совершенно какие-то собственные мещанские, мелкобуржуазные, если угодно, интересы, да, и, в общем-то, здесь вот это вот двумыслие некое, оно, его причина кроется в этом, в некой общей деградации общества, которое, ну, привело в конечном счете к распаду Советского Союза, в том, что люди просто перестали понимать это, но, как бы, надо же, это же основополагающая идея государственная, поэтому это превратилось в некий культ. Я, может быть, злоупотребляю вопросами, но не могу не спросить, а не связано ли это с тем, что сначала отсекли линию Троцкого, одновременно с ним, допустим, такое течение менее известное, как демократических централистов, затем подавили Бухарина, затем всех остальных, затем, так сказать, уже стали сажать и расстреливать за непочтительное обращение с портретом Сталина, вот. Ну, дело здесь, конечно, не в портретах, а в том, что сначала отсекли левых, потом правых, потом прекратили дискуссию. Потом, сначала отсекли левых, потом правых, потом прекратили вообще дискуссию и всякие сомнения. То есть, может быть, здесь не в 30-х годах, не в 30-х, 40-х, 50-х годах дело, а в 20-х? Сложный вопрос, на самом деле, и однозначного ответа у меня на него, наверное, нет. Потому что, действительно, да, была проблема, то, что так называемую старую ленинскую гвардию все-таки действительно вычистили. И, может быть, часть проблемы заключается в этом. Может быть, но, тем не менее, даже после этого шло колоссальное развитие промышленности и культуры вообще в целом, государства. И марксизм, он в первую очередь смотрит на вот такие вещи, на создание условий общественных, на производительные силы, на отношения, которые пытаются выстроить общество. И, наверное, ошибки были все-таки… Причина распада Советского Союза, и его постепенной деградации, я думаю, заключается не в том, что кого-то там расстреляли, репрессировали, а в том, что были совершены фундаментальные какие-то ошибки, когда выстраивали плановую экономику. И, в конце концов, эти ошибки, каждая такая ошибка, она подрывала дальнейшее развитие, и в конечном счете их накопилось столько, что система просто не выдержала. Я думаю, что в основном причина все-таки в этом, а не в том, что кого-то расстреляли, репрессировали. Ну, а, соответственно, если у нас деградирует экономика, у нас начинает деградировать культура. Если у нас деградирует культура, у нас деградирует и, в общем-то, все общество в целом, каждый человек отдельно. Еще вопросы? В первую очередь, спасибо, что вы действительно такие образованные, классные сидите здесь, и это очень интересно слушать вас и с другой позиции столкнуться. Значит, два таких, наверное, маленьких вопроса про современное общество. Во-первых, считаете ли вы, что возникновение марксистских кружков, с которых мы начали, и вообще в целом можно трактовать как такой политический всплеск в современном мире, потому что не только левое движение появляется, появляются, соответственно, правые серьезные течения, и вообще мы наблюдаем вот такой серьезный, большой всплеск политического, которого вроде бы давным-давно не было, и который успели похоронить там и так далее. Если вы согласны с этим, то интересно было бы знать, как вы это объясняете. Вот такой всплеск интереса к политике. И второе, очевидно, что марксизм не единственное левое течение сегодня, и как бы вот вы свою позицию вот в этом большом левом спектре, может быть, во всем спектре политического, ну, указали. Как вы соотносите себя с другим течением, например, там какой-нибудь феминизм, да, очень актуальное сегодня течение, вроде бы тоже левое. Вот два таких вопроса. Касательно причин политического всплеска, тут как уже обозначили, это, скорее всего, именно экономические проблемы, то есть кризис экономический, да, там где какие-то там свои проблемы, там задержка зарплаты, не знаю, дорожание продуктов, дорожание бензина, вот. Повышение пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста. И люди, как бы, пытаются понять, как бы откуда, почему. Многие, как бы, точнее, не многие, некоторые, они сравнивают там, а что было раньше, там что родители говорили, там вот там такого не было, допустим, да, там где-то люди, которые, допустим, историей интересуются, могут наткнуться на то, что там плановое понижение цен, когда это вообще было, да, для людей это сейчас вообще сказка. И вот, здесь касательно маркетинских шоков, по крайней мере. И вот так люди, как бы, постепенно приходят, да, обостряются какие-то проблемы, противоречия в капитализме. И это вызывает, как бы, некий интерес общества и людей к тому, что вообще происходит. И так как маркетинзм, он просто уже был когда-то в свое время, по крайней мере, на слуху, сейчас он, как бы, появляется. Про, думаю, такие же причины и у альтернативных движений. Вот. Если же касательно других различных спектров, вот я, например, не стал бы выделять феминизм как нечто, ну, отдельно, по крайней мере, я все вижу, разделяется по-другому, да. То есть, марктизм, это такое довольно очень широкое, и в том числе есть, там, так называемый, марктизский феминизм, да, который в рамках марктизма поднимает женский вопрос, например, да. и тут, в принципе, нет никаких противоречий, на самом деле. Просто, опять-таки, есть там разные такие марки феминизма. Просто феминизм, это больше такая, ну, если угодно, настрочная часть, культурная сфера. И к культурным вопросам можно с разных экономических позиций подходить, в том числе. Вот. Про соотношения, там, допустим, с анархистами, ну, не хочу, как бы, не задеть там анархистов, но марктизм, как мне кажется, просто выглядит более последовательно, что ли. Ну, вот по поводу феминизма, я еще могу добавить, то, что феминизм, феминизм урозен, на самом деле, да. В этом Георгий уже тоже сказал, то, что, ну, он может разные интересы выражать, экономические в том числе, да. как бы, есть разные волны феминизма, да. Особенно, вот, хотелось бы заострить внимание на так называемой третьей волне. Это, вообще, ну, совершенно невротическое какое-то движение чудовищное, в том плане, что, ну, как бы, это люди, они пытаются выстроить вот свой какой-то маня-мир, где, вот, они там пытаются вводить феминитивы, чтобы люди говорили не доктор, а докторка, учителька и тому подобное. Но это просто борьба с ветряными мельницами. Вот есть реально актуальные проблемы, которые сейчас, ну, должен решать феминизм. Это реальная пассивность женщин в общественной и политической деятельности. Это их реальная экономическая незащищенность. Есть проблемы матерей-одиночек, на которых государство просто болт кладет. Ну, открыто, если вот, извините за выражение. И, как бы, вот это реальные проблемы, а не феминитивы. В Европе есть феминистки, да, которые выходят там, оголяют грудь и так далее. Ну, вот, есть, например, страны третьего мира, та же самая Саудовская Аравия, где женщин за измену до сих пор камнями убивают просто. И, как бы, про это никто не говорит, про это все забывают. Но все выводят на первый план проблемы то, что ее назвали доктор, а не докторка, как бы. Я не хочу сказать, что это не важно. Это действительно важная проблема, проблема культурного развития, как мужчин, так и женщин. Да, женщин в том плане, чтобы они более активными, были более активными членами общества, а мужчин в том плане, чтобы они более уважительно к женщинам относились. Это действительно такая проблема есть. Но она не самая важная, на мой взгляд. Самая важная, это, с одной стороны, экономика, да, про незащищенность я уже сказал, с другой стороны, ну, есть более архаичные какие-то. Давайте завершающий вопрос со стороны наших экспертов. и потом широкая публика. Ну, я не могу сказать, что это одна ваша цитата про феминизм. Вот вы марксистский кружок. Вы на самом деле занимаетесь каким-то оккупированным марксизмом, потому что феминизм для вас какое-то такое абстрактное понятие, но на самом деле марксистский феминизм, это, наверное, единственное, что есть сегодня, что является по-настоящему деятельностью. Вы занимаетесь изучением теоретических основ, но вы и так далеко от вот этой практики, что вам она представляется какой-то надуманной, потому что действительно феминизм выступает с такими очень противоречивыми с вашей точки зрения позициями, и вам они не близки. Только потому, что вам кажется, что борьба должна идти как-то вот здесь, когда вы сидите и собираетесь в отдельных теплых комнатах. И она должна идти теми методами, которые вам симпатичны. Но на самом деле с патриархатом надо, например, бороться вот такими инструментами, и они вам могут нравиться и не нравиться. Марксизм тоже использует те инструменты, которые не всем нравятся. И в этом я вижу такое некое противоречие вашей позиции как марксистского кружка с той деятельностью, которая действительно является такой новой скрепой общества. Ведь феминистский активизм, он громче всего звучит сейчас во всех социальных сетях. Новый субъект — это феминистка. Вы меня просто немножко не так поняли. Я не против феминизма вообще, я наоборот обеими руками за. Я всячески поддерживаю лично девушек, которые борются за свою эмансипацию. Я против каких-то его диких форм. Под дикими формами я понимаю мнение о том, что нужно избавиться от мужчин, нужно разделить мужчин и женщин. В Европе там вот, например, есть проблема. Вот у меня друг с Бельгией недавно приехал. Там ты если просто пытаешься познакомиться с девушкой на улице, она может это как сексуальное домогательство воспринять и тому подобное. Я против вот таких вещей, конкретно таких. А что касается женского вопроса, безусловно, я, мы поддерживаем борьбу женщин за их эмансипацию. Никаких противоречий здесь нет. Просто она должна быть адекватной. Вот об этом речь. Не мог не задать, как политолог вам вопрос, подчислили капитал, другие работы. Как ваше отношение к манифесту коммунистической партии? Поскольку, ну вот, Альберт попытался в политическую плоскость перевести, да, вопрос? Потому что, ну да, экономический вопрос, эксплуатация, отчуждение, это, конечно, важно. А вот что с политикой? Как вы относитесь к коммунистическим партиям? И, ну вот, я немножко не согласен с Альбертом на то, что сейчас всплеск левых движений, если мы посмотрим на правящие партии сейчас, да, то они все правые. В Англии консерваторы, во Франции это Макрон, это либерал, Меркель это ХДС, ХСС и так далее, там подобное. Трамп, он популист, и мы видим скорее рост популистов и скорее рост националистов, националистических движений, которые абсолютно противопоречат марксизму. Выстраивают стен, а стены наносят националистический характер. То есть левые идеи, они скорее в кризисе, если так вот посмотреть. Вот как вы это прокомментируете? Спасибо. Ну, если брать тот же самый манифест коммунистической партии, раз уж такой вопрос был, то в принципе, в принципе, манифест это является очень наглядным историческим документом, по которому можно, в принципе, изучать в том числе период, в котором он создавался. То есть некоторые его моменты там на данный момент то есть именно что были что называется на злобу дня. Вот. И с этой точки зрения изучать его для историка это просто прекрасная вещь. Некоторые его положения опять-таки тоже имеют весьма и весьма интересно для изучения в том числе мысли правильные там тоже есть касательно же роста популизма и так далее то в принципе то же самое Трамп Трамп выступил с заявлением в том числе и в ООН о том, что социализма в Америке никогда не будет. Противники Трампа так или иначе используют ну скажем так слегка изменяя либо очень сильно изменяя но тем не менее так или иначе социалистические лозунги в той или иной степени если же мы берем то есть некоторые иные моменты то в популизме тоже используются моменты по улучшению уровня рабочих и так далее что также в принципе идет именно в сторону социалистического уклона потому что традиционные правые которые именно именно правые в своем традиционном понимании они говорят о том что это в принципе не надо то есть улучшение усиление наоборот частного капитала и наоборот частной собственности с даже в некоторых случаях отменой социальных льгот и так далее то есть уход в сторону социализма идет в том числе и в популизме ну и все можно добавить такой момент что если сейчас как раз в большой политике приходят к власти какие-то правые стороны то видимо это означает что где-то в обществе есть изменения по крайней мере некоторые противоречи обостряются которые правые силы хотят каким-то образом разрешить вот иначе это может привести к самому росту левого движения как некий ответ потому что мы можем установить там беспорядки во Франции были первомайские демонстрации там ну лично я по фотографии видел много было советской символики например и прочее вот эти движения в том числе в России там все эти кружки появляются то есть левое движение это нисколько такое политическое в том плане что там не парламентские партии да это именно инициатива общественная вот в первую очередь снизу не сверху не сверху пресса студенты болельщики ваши вопросы Юрий Нурмеев сотрудник Казанского университета я думаю что вы как люди занимающиеся активно изучение марксизма сегодня наверное интересуетесь и идейной борьбой которая у нас ведется в узких кругах отечественного левого движения я вот в связи с этим хотел спросить кого из современных авторов российских именно тех кто пишет на русском языке кто из них наиболее близок может быть вам по позициям или не обязательно конкретный автор может быть какой-то журнал какое-то издание которое сегодня существует марксистское в России и почему сложный вопрос на самом деле потому что если говорить о современных левых авторов это как правило достаточно бедный такой пантеон да ну для себя я могу отметить лично как теоретика как теоретика именно наверное Бориса Кагарлицкого в общем-то ну и наверное все журналы тоже сложно сказать Алексей Цветков наверное ну нет нет лично мне он не нравится а кто-то из западных сейчас пишущих я вот не знаю был есть этот Парри и Бенедикт Андерсон два брата вот я не знаю они один этот конструктивист структуралист да 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 вот а другой неомарксист фактически да Перри Андерсон вот я не знаю они еще пишут или нет но вот для себя я их могу отметить славой дыржик наверное нет почему еще вопросы еще вопросы у вас Андрей Григорьев Идель Реали и я хотел бы спросить вот у нас соцсети недавно поделились снова на две большие враждующие группы по отношению к Грете Тунберг и соответственно хотелось бы знать ваше отношение тоже и к ней и к активизму в целом в принципе проблемы экологии сейчас очень важны с этим спорить на мой взгляд бессмысленно то есть вопросы именно по загрязнению окружающей среды в некоторых промышленных городах районах очень велики то есть недавно например в Сибири потрясло событие о том что горели леса это крайне ужасное дело для каждого сибиряка который там живет либо который оттуда родом вот это конечно важно но касательно Греты Тунберг надеюсь я не ошибся в ее фамилии вот тут могу заменить следующее во-первых то что ее сейчас используют фактически используют как этакие этакое знамя люди которым это выгодно так или иначе то есть те кому это выгодно они ее используют ее идеи также используются и подвигаются определенными скажем так кругами кому это так или иначе выгодно в то время как в том числе против тех стран которые ну и не только стран но и противников в том числе в бизнесе которые так или иначе но подпадают под ее нападки не обязательно именно плотно скажем так в абсолюте то есть они не обязательно те которые загрузняют окружающую среду разумеется они заслуживают всякого порицания но как быть развивающимся странам которые в данный момент без помощи в том числе инвестиционного запада сами не могут изменить ситуацию так или иначе вот как им быть к тому же стоит также отметить что своей риторикой и завоеванием масс своей риторикой она в том числе пытается уклонить взгляды большинства населения она от проблем которые касаются эксамир в том числе в экономическом плане но это лично мое мнение рассказали про экологию очень важное в том числе для казани вот у нас тут уже год или два пытаются рядом с оседлением мусоржигательный завод построить и понятно для казанца в том числе это важный вопрос касательно Грета Тунберг тут такой момент что вопросами экологии как я считаю в первую очередь должны заниматься комитетные люди в этом и ну так ребенка очень огорчен ситуацией в мире мы все тоже но это не повод идти за ним что ли то есть нужно всегда оценивать там условно говоря насколько все это реально эффективно потому что вот многие выступают допустим за электрокары не говорят что они экологичнее но многие люди потом забывают задать себе вопрос откуда берется это электричество да куда эти аккумуляторы литиевые которые не перерабатываются вот и я выступаю за то чтобы вопрос экологии ни в коем случае не вульгаризировать не говоря что вот плохо там машины там леса вырубают это же ведь все люди не просто так делают как бы понятно что все хотели бы этого не делать но это именно проблема системы это не проблема каких-то злых людей систем вынуждает вырубать леса потому что не вырубаешь леса у тебя не будет капитал оборота это ты разоряешься в итоге и люди не гнушаются в этом плане как можно больше не знаю сэкономить на этом это как бы системная проблема она решается только системно а не путем какого-то такого вульгарного следования заплачущей девочкой к сожалению наши передачи не безразмерны и еще вопрос пожалуйста вы сказали по поводу представителей прессы вот Яникеев Артур Казан Фест очень интересно слушаться ребят вообще я в вашем возрасте таким вещами не увлекался и много для себя открыл и вот поэтому у меня такой более низвенный вопрос более плоский вот вы как-то планируете не то что переходите на новый уровень или так продолжите вариться вот в своем вот этом кружке по воскресеньям где у вас 20 человек и так далее либо что-нибудь ну в мире лайков и фейков мы живем вот этими репостами как бы плохо это не звучало планируется ли движение дальше ну без скажем так стагнация если любая стагнация на рано или поздно ведет к скажем так к разложению и падению то есть к гибели поэтому разумеется останавливаться на одном и том же уровне без развития нельзя грешно и неправильно ну как бы можно тоже так вставить слова самого Маркса что философы прошлые как бы лишь объясняли мир наша задача его изменить и мархизм мы изучаем именно с этой целью а не с целью просто собираться по воскресеньям вот вот такие они наши замечательные молодые люди участники современного казанского марксистского кружка Никифоров Георгий Белов Денис Азиков Павел давайте поблагодарим за то что прекрасно достойно держались и я надеюсь ответили на ваши вопросы и я ведущий и ваш скромный слуга Биг Бофф Альберт журналист Казанского Федерального Университета объявляю сегодняшнее заседание нашего дискуссионного клуба современный марксистский кружок закрытым большое вам спасибо